Хорошо. Значит, мой, собственно, доклад, добрый еще раз день, уже в качестве докладчика, мой доклад будет посвящен, формально говоря, теме, не связанной с болезнью, с карантином и так далее, а скорее связанной с тем направлением, которое обозначил Максим, а именно, так сказать, мистико-аскетического удаления, которое, тем не менее, связано с нашей темой самоудаления и поэтому может быть сравнена с темой самоизоляции. Но, помимо всего прочего, там неожиданно появляется еще, так сказать, такой медицинский аспект. Итак, значит, речь наша идет, будет идти о ситуации в Андалусе, которая, во время которой нас интересует, то есть конец 11-го, начало 12-го века, довольно сильно эволюционировал по сравнению с тем, что вы видите на этой картине. Завоевания остались в прошлом, халифат Амияцкий в Испании, в Андалусе, стал разваливаться, значит, возникли всевозможные мулок от Таваев, то есть удельные цари и вообще вот эти тайфы, на которые развалилась Испания, поставили под большой вопрос. Вообще будущее и главное, поскольку вся исламская политика находится такого оптимистического, утопического какого-то видения, она, это видение исчезло. И самое главное, что в 12-м веке, во время, о котором мы будем говорить, реконкиста получила новый импетус и в 1118 году Сарагоса была отвоевана Арагоном, место, о котором мы будем говорить, плава власть мусульман в Лиссабоне, в 47-м году в Аларкосе и в других местах. Короче говоря, вот эти, вот то, что у вас на картинке оранжевым, по большей части стало вполне себе, то есть то, что сейчас, да, оранжевым, стало вполне себе зеленым, хотя на самом деле цвет ислама зеленый, ну да, Кринча. Поэтому все эти вот истории про битвы, про платье, можно о них благополучно забыть, это все в прошлом. Значит, человек, о котором мы будем говорить, Ибн Баджа, Баджа, если быть точным, был, Ибн Баджа был известен по, под своим латинским именем в Европе, Авемпадсе или Авемпадче. Вот, жил он в конце, родился он в конце 11-го века в Сарагосе и полное его имя Абубакр Мухаммад. Ибн Баджа, Ибн, значит, ну у него, Ибн Яхи, Ибн Баджа, если быть точным, Аль-Андалуси, Аль-Саракусти. То есть из Сарагосе. И родился он в Сарагосе, и жизнь его проходила в сложной ситуации, вот эти борьбы тайф между собой. Он из Сарагоса переехал в Севилью, оттуда в Гранаду, и потом после того, как было завоевано, его, так сказать, родные места были завоеваны, он, наконец, переместился в Феск, где получил должность судьи Кадий. Но ничего хорошего, в конце концов, не произошло, потому что он был обвинен в ереси. При Аль-Моровицком правительстве он стал вазиром, вот как раз в Фесе. И, ну, после этого он, там немножко непонятно, потому что его ученик Ибн Алимам туманно говорит о том, что с ним произошло, по всей Аль-Вазира Алимам, да, значит, говорит о том, что он был обвинен в ереси, и более того, его соперники обвили его зиндиком, то есть еретиком. И, в конечном счете, он был отравлен. Это в некоторой иронии ужасной этой ситуации заключается в том, что Ибн Баджа был еще и врачом, то есть он много занимался медицинскими вопросами, и вот не смог ничему противопоставить запыхателям. Как раз по одной из версий его отравление произошло от рук, так сказать, соперника врача. Вот, значит, он написал, написал, в общем, несколько произведений, часть до нас дошла, часть не дошла. Существуют две рукописи с его сочинениями, одна находится в Оксфорде, в Бодлиане, другая в Берлине. Недавно еще нашли несколько рукописей, значит, есть в Аскариале, одна в Дамаске. Вот, они там периодически какие-то рукописи находятся, но учитывая то, что Ибн Баджа был таким... не очень правоверным, с точки зрения улама, философом, человеком. Его сочинения не очень рекомендовались читать для чтения правоверным, и их читали только его коллеги-ученые в основном. Он написал, вот, самое главное его сочинение, Аристалла Тальвада, которое как раз трактует во многом вопрос о терапии, то есть вопрос о духовной терапии, на самом деле, философской. И у него было еще произведение, которое называлось «Соединение интеллекта с человеком». Потому что акль, интеллект в его понимании, это была такая универсальная категория рацио, принадлежащая Богу, с которым задача человека должна соединиться. Сочинение, не дошедшее Китаба Навска полностью до нас, «Книга о душе», в которой, значит, Ибн Баджа, как раз увлекшись психологией, рассуждал о том, каким образом использовать психологические особенности человека для соединения с этим аклем, соединения с мировым интеллектом. В этом смысле, конечно, как комментатор Альфа-Раби и, значит, и как человек-наследник большой философской традиции фальсофы, Баджа был, безусловно, рационалистом. И, более того, конечно, обвинения в ереси имели под собой некоторый оттенок. В его сочинениях практически никогда, ну, один или два раза в ритуальных формах употребляется пророк. Хадисы цитируются, да, но у меня лично в некотором смысле всегда было ощущение, что он делает это примерно так же, как, например, во время моих родителей или моего научного руководителя Сергея Сергеевича Аверинцева принято было цитировать Маркса и Энгельса, значит, при случае, упоминая классиков, но не особо вникая в то, что они писали. Значит, ну, главный, вообще говоря, его интересная, конечно, была метафизика. Она была основана в очень большой степени на его психологии и увлечении физикой, то есть в широком смысле слова, в том числе медициной. У него одна из рукописей, которая до сих пор не опубликована, обозначена, заглавлена китапфиттыб, то есть книга о медицине. И он, значит, у него были разные, разного рода представления о материи, как в таком, я бы сказал, неоплатоническом смысле, как о бесформенном субстрате. Вот, значит, и он считал, что тело существует в духовной форме, а физическая форма, безусловно, вторична. И в этом смысле нам понятно, что вот эта вот неоплатоническая или фарабистская установка, если использовать термин Штейнхаузера, фарабизм, значит, привела его к некоторому очень специальному и достаточно изоляционистскому пониманию вообще пребывания человека на Земле. Итак, значит, ну, это я, пожалуй, пропущу, гносеологию. Очень важна была его политическая философия. Значит, Баджа считал, что вслед за фараби, что существует, существует некий идеально, идеальный, в отличие от фараби, он не считал реальным это, существует идеальный Маддина Тальфадала, то есть правоверный, не правоверный, даже добродетельный, хороший, идеальный город, идеальное государство, и остальные бесчисленные количества разновидностей порочных государств. Государство, основанное на деньгах, государство, основанное на власти, государство, основанное на имитации деятельности и так далее. Вот, значит, ну и он повторял, конечно, слова Фараби, что государство должно это делать, государство должно достигать частных людей. Он говорил, что роль шариата высокая. Вот здесь, кстати, цитаты из того, что из книг, которые пишут о нем, которые показывают, что да, он шария считал важным, но по сути горизонталь говорит об этом. Но, по сути говоря, Ибн Баджа довольно скептически смотрел на окружающую его действительность и считал, что шария нужна только для определенного типа людей. И это он повторял, эта идея была у Ибн Сина и потом впоследствии об этом будет говорить Ибн Рушд, что шария нужна только для тех людей, которые не могут мыслить, для тех, которые не способны подчинить свой ум. Рациональному. Теперь, собственно говоря, давайте дальше к нашей основной теме. Его самое главное произведение – это книга, которая называется «Тадбер Аль-Мутавахид». «Тадбер Аль-Мутавахид» – это книга, сохранившаяся, собственно, в одной рукописи, ну, в полном виде, в одной рукописи. Эта рукопись находится в Бодлианской библиотеке, в коллекции которой Покок в свое время. В ней находятся «Тадбер Аль-Мутавахид», «Ресал Аль-Мутавахид» и «Ресал Аль-Мутавахид». Вот это как раз основные произведения. Это рукопись примерно из двухсот листов и сочинение «Тадбер Аль-Мутавахид», который переводится как «Путь», значит, ну, правильно сказать, наверное, не «Путь», а «Диета» или «Режим философа». Я объясню, почему это так, я перевожу чуть позже. Значит, в целом, в рукописи название «Маджмуат Мин Калама Шейха Аль-Имам Аль-Камиль Аль-Фадл Аль-Вазир Абибакр Мохаммад Ибн Баджа Аль-Андалуси». Вот так, такое длинное. То есть, как бы, собрание из философии Калам, да, старца или шейха, шейха Аль-Имам, да, значит, такое, вот, совершенного Аль-Камиль, благочестивого, благородного и так далее. Вазир, то есть, его должность была, значит, вот. То, что я хочу, аль-Мая сочинение посвящено тому режиму, тадбиру, вот это слово у нас вот здесь есть, тадбир, Аль-Андалуси Аль-Матавахид. Значит, в своем сочинении Ибн Баджа говорит, что люди все делятся на три категории. Джумур – это масса людей, то есть огромная масса простых мусульман, которые, значит, для которых нужно дать четкие правила шария, они должны жить вместе с собой, они будут умирать, они будут размножаться, они будут жить, ничего не поделаешь. Это их судьба. Вторая – это хас, значит, это, собственно говоря, хас-элита, которая должна производить себя политическую культуру, ее нужно охранять, она должна размышлять. И есть то, что он называет растение навабад. Это навабад – это, значит, растения или, как бы сложно перевести, это сорные растения, которые вырастают среди других растений поодиночке. Они не связаны с ними, их корневая система другая. И вот как раз эти вот растения – это и есть философ. И вот здесь Ибн Баджа говорит о том, что философ обречен на одиночество. И в его понимании вот этот философ, который для Платона и для Фараби должен быть Раисом, должен быть главой государства, в его понимании этот философ, эти растения должны быть мутавахидами, должны быть одиночками, уединяющимися от других людей, отшельниками. Почему? Потому что он называет ситуацию неестественной, неестественной вне, потому что все города стали порочными. И Ибн Баджа, скорее всего, просто не видел возможности для политической реальности превратиться в золотой миф, которым грезил Платон, которым грезил Фараби, и которые еще в какой-то смысле повторяли люди, жившие в условиях халифата в классическое время ислама. Я вижу, что мне надо заканчивать, значит, буквально три соображения. Он говорит в традиции Фараби, что саада – счастье, и это то, чего должен достигнуть человек. Человек, это философ мутавахид, это одиночное растение, которое в несправедливых, одинокое, значит, в несправедливых городах, в этих неестественных условиях должно бежать в благополучный город. И здесь он продолжает идею Фараби. Вроде как Фараби говорит, что нужно всем философам собираться в благополучные города, и благополучные города будут другим городам являть свое превосходство. Но, по сути говоря, это невозможно. Я вижу, что у меня время кончается, поэтому быстро завершаю. Это невозможно. Ибн Баджа говорит о том, что единственная возможность убежать – это убежать в полное уединение. Но как это можно сделать? И вот для этого он говорит о тадбире. Тадбир – это слово, которое в философском и политическом жаргоне не очень часто употребляется. Оно часто употребляется в медицинской литературе, восходит Галену, и в его книге «Сохранение здоровья» Джалинус, у вас там написано, что он употребляет. Да, значит, и этот медицинский термин, по сути говоря, соответствует греческому ди-ай-те, поскольку Гален писал на ионийском диалекте, поэтому ди-ай-те. И, значит, в сирийском дуббара, дубары во множественном числе. И вот именно, видимо, в сирийской переводческой традиции термин ди-ай-те, то есть режим, который прописывают больному, переведен был при помощи корня дбар. Ну, дабара, значит, в арабском это соответствует и для сирийцев, и для ранних арабских переводчиков глагол дбар, дабара, и, соответственно, сирийское слово имеет четкий аскетический смысл. То есть люди каким-то образом должны уединяться для достижения идеальной цели. Значит, надо сказать два момента. Надо сказать, что Баджа скептически и одновременно с восхищением смотря на Газали. Потому что наследие Газали, или Газали, если угодно, если по-персидски говорить, предполагало, что именно суфийское уединение, в котором жил Газали, после своего прозрения, это как бы некоторые идеальные ситуации для философов. Но Баджа критикует суфиев, он не называет Газали по имени имама, но тем не менее говорит, что суфизм предполагает изоляцию, и суфийское уединение неестественно. Поэтому единственное уединение, которое нужно, это интеллектуальное. Человек должен объединиться с вот этим мировым интеллектом, и для этого ему нужно, то есть главное не тихат, а главное тесаль, то есть соединение. Ну и поэтому в этом смысле очень важно, что отдельный человек обязан уединяться от других людей, поскольку отдельные люди, это вот как мы говорили, это растения, редкие растения, отдельные люди это философы. Судьба философа уединение, он должен отделяться от других людей для того, чтобы оставаться философом. И в этом смысле это очень похоже на концепцию сирийских мистиков, сирийских писателей 6-7 века, которые с тем же корнем, как Матавахид, проповедовали идею Ихидаюта, которое иногда переводится как монашество. Но по сути есть соединение ума, который стремится к единству, ум стремится перестать быть множественным, и человек в своем поведении должен перестать быть множественным. Таким образом, фактически в философии Ибн Баджа этот призыв, идеал, он не напрямую воспроизводится, но типологически, логически идея его такая же. Благодарю вас за внимание. Коллеги.